Привет всем, и да, мы продолжаем проходить игру под названием Уртук, Опустошение. В прошлый раз мы избежали из тюрьмы безумного ученого, сразились с грозными бандитами и встретили не менее грозных болотников. Если честно, они те еще противники. Так что я предлагаю нам продолжить свое путешествие и посмотреть, что же нас будет ожидать на этот раз. И вот мы остановились рядом с поселением, где требуется наша помощь с вампирами. Горстка местных жителей пытается отбиться от вампиров, но у этих несчастных грязных крестьян нет ни единого шанса. Давайте им поможем. Что ж, давай тогда выставим бойцов. Вот это самая нежить, или кто это, вампиры? Довольно интересно выглядят, но сейчас мы не можем посмотреть, что у них за навыки. Как только начнется бой, я думаю, у нас будет такая возможность. Ну а сейчас... Да, тут, конечно, довольно много шипов, и придется все это обходить как-то. Ну, видимо, все с правой стороны нам придется обходить. Да. Так что давай выставим своего монаха, копейщика и вот этих вот ребят. тоже где-нибудь позади. Так, а вот этого вот парня где-то вот тут, потому что он все-таки все еще ранен. Что ж, давай тогда начнем битву. Что это опять пригнали скот на убой? Тем лучше, больше крови для нас. Давайте попытаемся спасти хотя бы одного крестьянина в этой бойне. Так, ну что ж, попробуем. Но, боюсь, ты у нас пока что останешься на месте. А вот как раз таки... Так, как бы нам сделать? Да, давай, наверное, этот у нас будет идти вперед. Монах же, монах. Что монахом мы будем делать? Можно было бы сейчас уже сделать прыжок. Но что-то мне подсказывает, что это не самая лучшая идея. Все-таки выносливость у него закончится раньше. Так, а сколько всего у него выносливости? Давай посмотрим. Так, выносливость. У тебя 72 выносливости, которые ты тратишь, судя по всему, на свой ход. Давай все-таки потратим. То есть, вот мы раз прыгнули. И теперь мы можем ждать. Отлично. Так, вы, ребята, подходите выше. Ждать. И ты тогда тоже подходи. Отлично. Так, вот эти крестьяне. Слушай, а может быть даже они сами справятся? Хотя, вот этот вот парень довольно опасный. Так, а что ты еще за хрень такая? Так, этот пытается его толкнуть. Да, он толкается. Понятно. Что ж, ну, будем знать, кто из них толкается. Так, а ты у нас, получается, вампир-завоеватель. У него есть пожирание, легкие ноги и бескровный. То есть, на него не действует кровотечение, судя по всему. Линчеватель, потрошитель, рьяный и кровавое безумие. Это вампир-лорд. А у этого вампира у него критическое ускорение, быстрые рефлексы, кровопийца, легкие ноги, вовлечение в стычку, пиявка, кровопускатель бескровный и заражение вампиризмом. То есть, он может сделать, в теории, кого-то из нас вампиром? Слушай, это интересно. Так, ну ладно. Давай тогда мы, наверное, поменяемся местами вот с этим крестьянином. Так. Ты у нас. Я бы, на самом деле, начал бы уже кого-нибудь атаковать с этим парнем. Наверное, все-таки придется мне побежать вперед и получить немножко урона. Давай, наверное, так и сделаем. О, прости, прости, прости меня, дружок. Так, а ты сможешь докинуть? Шанс попадания 100%. Либо, 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 либо... Нет, только в этого можем попасть. Давай тогда. Истребитель урон. Так, отлично. Слушай, неплохо. И еще раз кидает. То есть, один из крестьян сейчас может добить вот это чудище, если, конечно, мы это не сделаем сами. Давай, подпрыгнем к нему. И попробуем добавить. Вот так себе, тварь. Так. Мясо повсюду. Нет, Нардер. Они прибили его. Я не собираюсь погибать вместе с ним. То есть, он... Он паникует. Отлично. Давай тогда. Приближаемся своими копейщиками. И, наверное, я даже не знаю. Можно было бы их выставить как-то поближе, поменявшись с ними местами. Но, пожалуй, нет. Мы этого делать не будем. Давай подождем. И попробуем встать куда-нибудь сюда. Так, ждать. Вот, он пока отступает. Этот тоже, судя по всему, пытается отступить. Так. А этот, конечно, ну неплохо так сражается. Навешивает состояние всякие неприятное. Но, мне кажется, сейчас мы с ним довольно быстро разберемся. Давай тогда оставим нашего бойца где-нибудь тут. А сами, наверное, попробуем подобраться поближе, чтобы кинуть в него копье. Так, метание дротика. Давай. Прибедитель чудовищ. 27 урона. Опа! Ты посмотри. Не бейте меня! Слушай, мне кажется, он сейчас подойдет и начнет нас атаковать. Так, либо, 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 либо. Да нет. Давай все-таки сражаться с вот этим вот вампиром-завоевателем. Так, получай! Хрень поганая. Так, и тогда встанем вот сюда своим копейщиком и опустим копья. Так, отлично. Теперь жди. Ну и, пожалуй, что мы можем еще сделать? Наверное, можно было бы выставить вот сюда копейщика и поменяться вот с ним местами, но, если честно, я не знаю зачем. Хотя можно было бы подойти к вот этому, вот поменяться с ним местами, а потом монах бы нас перекинул еще куда-нибудь подальше. Давай, может быть, так и сделаем. Мне кажется, это... Хм... Или нет? Нет, давай все-таки не будем так делать. Так, вот вампир-завоеватель пытается обойти. Крестьянин врывается в бой. Ну и, конечно, мы сзади подходим. Отлично. Так. Что ж. Кого бы из вас огреть? Ну, вообще... Давай, наверное, добьем тебя. Так, отлично, 28 урона. Опа, добили его. А мы еще раз можем сходить? Нет? Жалко, жалко. Ну что ж. А, давай тогда мы... Хм... Нет, давай, наверное, его оставим на месте. Пускай он стоит с опущенным... Хотя нет, он же загораживает проход всем остальным. Пускай тогда он поближе подходит и делает стену копий. Отлично. Ты тогда просто жди. Так, а этот у нас... А, что ты можешь делать, дружок? Слушай, ну я даже и не знаю. Можно было бы куда-нибудь вот сюда встать, что ли. А, вот, поменяться с ним местами. Эх ты, невозможно, потому что он слишком высоко, видимо. Так, ну ладно. Давай тогда тоже опустим копья. Может быть, нам это как-то поможет. Ох ты ж, скотина! Смотри, напрыгнул на него. Так, ну... Тогда можно было бы попробовать монахам... Как-то сблизиться. Хм... Либо... Подожди, а мы можем перебрасывание сделать? Нет, нельзя, там клетка занята. И тут она занята, но можно было бы перебросить вот этого крестьянина. Правда, непонятно зачем. Ну, он бы сразу начал сражаться с вампиром-лордом. Может быть, даже и стоило бы так сделать. Хм... Давай, наверное, так и поступим. То есть... Либо можно было бы прыгнуть куда-нибудь сюда. Что тоже имеет место быть. Давай, наверное, все-таки попробуем прыгнуть поближе. Эх ты! Слишком высоко находится. Так. Ииии... Да, больше я ничего не могу им делать. Что ж... Думаю, можно тогда оставить его там. Так, а ты у нас... Ах, что с тобой делать? Нет, пускай он, наверное, стоит на месте. Так, вот у нас... Ох ты ж, черт подери. Прости меня, крестьянин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я немножко пробежался по шипам. Ну, ладно. Так, вот у нас наши копейщики. Давай, наверное, попробуем его как-нибудь спровоцировать. Либо... Нет, наверное, все-таки лучше провокацию сделать. Так. Отлично. Спровоцирован. То есть сейчас, сейчас мы могли бы... Что мы могли бы сделать? Пробежаться по шипам, либо поменяться местами. Знаешь, я, наверное, оставлю его где-нибудь... Где-нибудь тут. Пускай, наверное, там и останется. Хотя было бы неплохо все-таки им... Встать вот на эту поляну. И уже непосредственно... Как-то пойти вот к тому лорду. Вот так вот. Так. А ты у нас... 100% попадания сюда. Ну, пускай, наверное, вот этого попробует добить. Так. Отлично. И еще раз кидаешь, да? Первый удар. Отлично. Слушай, он неплохо сражается. Давай тогда, может быть, мы... Попробуем спуститься пониже. Так. Либо... Либо-либо-либо... Можно было бы прыгнуть вот сюда. И уже навязать ближний бой вот этому вот... Вампиру-лорду. Слушай, ну, в принципе, вот эти ребята, они и так справятся. Поэтому давай, может быть, сюда попробуем прыгнуть. Вот так вот вдарим этой скотине. Так. А ты у нас... Пожалуй, вот сюда сходишь. Да. Жди. Так. Вот он. Сзади пытается подойти. Этот проводит атаку. Ты у нас тогда добиваешь вот эту тварь. Отлично. И остался один вот этот вот вампирский лорд. Слушай, ну, что ж, я думаю, у нас уже победа в кармане. Давай тогда сблизимся с ним. И попробуем по нему как-нибудь вдарить. Получай, скотина. Так. Ну. И в принципе... Да, давай тогда поднимемся. Так. И этот уже я... Да, добил. Отлично. Что ж, вот такая у нас победа. Нам, наверное, дали... Нет, не дали крестьян. После того, как вы помогли жителям деревни и решили их проблему с вампирами, они вознаградили вас некоторым количеством алкоголя. Кроме того, вам удалось извлечь много крови. Так. Ну, неплохо. Что ж, смотри. Вовлечение в стычку. При обычной атаке вовлекает противника в стычку. Если враг попытается покинуть свою клетку, то персонаж атакует его на 60% урона, удержав на месте. Каждый удар стоит 25 выносливости. Так. Либо кровопийца при обычной атаке по кровоточащей цели высасывает здоровье по размере 150% от нанесенного урона. Ну. У меня нету кровотечения. В этом-то и проблема. Поэтому давай, может быть, мы возьмем быстрее рефлекса. Принимая урон, персонаж получает прибавку к скорости 12. Хотя, не знаю, 12 за много или мало. Давай, может быть, тогда возьмем вовлечение в стычку. Хотя я не знаю, кому именно это отдать. Хм. Но. Либо вообще ничего не тратить. Нет, наверное, давай не будем ничего тратить. Пока, я думаю, нам хватит и того, что у нас имеется. Так. И мы плюс получили еще шлем. Вот он. Стальной шлем. То есть, вместо железного шлема можно одеть стальной. Я правильно понял? Да. Отлично. И также этот шлем можно отдать... А, никому нельзя отдать. В принципе, все мы уже выставили. Что только могли. Так что, давай, может быть, куда-нибудь отправимся. Что у нас тут? Может быть, захвачено. А, то есть, мы можем уничтожить эту деревню. И уничтожить шесть мусорщиков, которые в ней обитают. Либо... А, стой. Так мы же ниже находились. Точно. Проблема со скотом. Двое сельчан обратились за помощью в борьбе против бандитского налета. Вы видите двух деревенских жителей. Их хозяина и несколько гейзеров, извергающих смолу. А еще отряд мусорщиков готовы к атаке. Жители деревни отчаянно нуждаются в помощи. Поможем им? Сложность нормальная. Что ж, давай попробуем. Что ж, и вот у нас идет расстановка бойцов. А это, судя по всему, крестьяне, которым мы должны помочь. Хотя этот выглядит совсем как-то не по-крестьянски. На него навешана человеческая кожа. Какие-то черепа на пиках. Вообще он выглядит как какой-то хаосит из селена Вархаммера. Или какой-то герой из техасской резни бензопилой. Ну ладно. В любом случае, мы им должны помочь. И лучше, видимо, лишних вопросов не задавать. Так что давай расставим своих бойцов. Сюда поставим охотника на чудовищ. Который у нас является стрелком. Пехотинца. И, конечно же, нашего монаха. Вот куда-нибудь сюда. И два копейщика. Погоди-ка. Тебя сюда. Тебя вот сюда. Отлично. То есть... Ага, вот у нас бандиты. Они в левой части карты. Слушай, а может быть прямо сейчас на них и нападем? Я не вижу какой-то проблемы в этом. Либо... Да нет. Смотри, они... Вообще... Нет, на самом деле не особо выгодная позиция для атаки. То есть они могут нас как-то скинуть, либо... Можно попробовать скинуть их. Знаешь ли. Ладно. Давай тогда начнем игру. Посмотрим, что будет. Эй, сюда! Нам нужна ваша помощь! Мы прятались от бандитов, но они нашли нас. Пожалуйста, прогоните их отсюда! Они идут с юга тремя волнами. Так что нам нужно подготовиться. При помощи наших лопат мы можем использовать эти смыленные гейзеры против врагов. Ага! Что ж, давай тогда так и поступим. Противник готовится и не станет атаковать немедленно. Угу. Ну... Если честно, я бы их сам атаковал. Но... Да. Там... Не самая такая приятная позиция будет. Для атаки. С нашей стороны. Что ж. Давай тогда попробуем выровнять местность. Каким-то образом. То есть... Можно было бы, да, занизить участки вот тут. И, соответственно, встать где-нибудь в этой области. Чтобы они шли вот в этом проходе. Вообще идея неплохая. То есть... Смотри. Можно было бы занизить... Ааа... Занизить, занизить... Вот где-нибудь тут участок. Либо наоборот его повысить. Хм... Ну да. Давай, наверное, его оставим где-нибудь тут. Тебя подтянем поближе. И попробуем выставить наших бойцов так, чтобы они уже сталкивали этих уродов вниз на вот эти вот шипы. Так. Вот у нас крестьянин. Идет сейчас. Так. Давай тогда. Попробуем. Ну, вообще, можно было бы вот тут его занизить. Но я, если честно, хочу вот как-то подальше это сделать. Хотя арбалетчик у нас будет вблизи. Ну ладно, хрен с ним. Я думаю, и так мы справимся. Ты тогда понижай вот тут участок. Отлично. И, наверное, где-то, где-то здесь тоже. Все. Он выдохся. Отлично. Ты тогда подходи к нам поближе. Хорошо, что он за нас. Смотри. Обездвиживание. А, обездвиживающие криты, рослы и вовлечение в стычку. Это культист-пехотинец. Боже мой. Ну ладно. Действительно хорошо, что он за нас. Так. И тогда... Я надеюсь, нам его дадут после этой игры. Хотя, кто знает. Так. Наш пехотинец будет стоять вот здесь. И в случае чего он может ворваться в наших противников. Отлично. Ты тогда попробуй... Хм... Какой участок земли он может занизить? Ну, вообще, можно было бы... Хм... Где-нибудь вот тут как-то поиграться с этим. Чтобы они проходили между одной клетки. То есть... Занизить его где-то, где-то, где-то здесь. Либо вот здесь. Тоже неплохая идея. Как-то разделить их. А, да. Давай, наверное, так и сделаем. То есть, вот. Они сейчас... Хотя нет. Нет, нет. Пускай они, наверное, идут вот тут. А наш пехотинец будет их уже сталкивать. Хорошая идея, кстати. Так. Ты тогда стой на месте. Или... Ты еще можешь ходить. А, нет. Он выдохся. Отлично. Так. Тогда монах у нас подойдет поближе. Конечно же. Ну, сделает перебрасывание. Вот. Чтобы он не мешался. Этот пускай, наверное, занижает участки земли. А, уже где-то... Где-то, где-то... Где же ты можешь занизить их? Хотя пускай он, наверное, там. Как-то поиграется со всем этим. Вот. Чтобы уж они точно к нам не подошли. Так, жди. А ты, соответственно, мог бы встать куда-то сюда. Чтобы отвлекать противников. Так, копейщики пускай у нас подходят поближе. Они все-таки довольно медленные. Поэтому лучше их поставить куда-нибудь сюда. Так. Да. Хорошая позиция, действительно, для обороны. Так. И... Пока что меня все устраивает. Ты тогда жди. А ты подходи поближе. Так. Ожидание. Этот пускай у нас, наверное, подойдет куда-нибудь... Наверное, вот сюда. Отличное место. Ждать. А ты тогда понижай участки дальше. То есть, смотри, он может встать сюда и понизить вот этот вот самый участок. Так. А ты тогда... Хм... Смотри, можно было бы, конечно, вот этот вот участок земли понизить. С другой стороны, надо ли это нам? Давай, наверное, попробуем. То есть, будет всего одна клетка, по которой они будут идти. И мы сможем... А, их сразу сталкивать. То есть, вот так вот он будет бежать. Хм... Хотя, знаешь, вообще хватило бы и... Нет, пускай, наверное, он встанет куда-нибудь сюда, что ли. Так, они будут идти, и... Копейщики могли бы заняться нашими. Нет, нет, нет. Давай вот так вот поступим. Тогда оставим его где-то тут. Так, а этот у нас попробует... Что он мог бы сделать? Можно было бы попробовать понизить участок еще раз? Либо его повысить? Хм... Ну, вообще, знаешь... Понизить, понизить или повысить? Давай, наверное, его повысим. Попробуем его повысить. То есть, вот. У нас теперь он выше будет. И, соответственно, им тогда придется точно все это обходить. Неплохой план. Единственное, что... Так. Да, да, да. Мне как раз кейты все устраивает. Пускай тогда они ждут. Ты тогда тоже жди. А ты можешь подобраться куда-то сюда и поменяться местом с крестьянином. Так. И ты, наверное, оставайся на месте. Этот пускай у нас подходит. Отлично. Так. И... Пожалуй, я его тоже оставлю. А этот пускай там, наверное, дальше понижает участки. Так. Неплохо. Отойди. Отлично. Так. И ты, конечно же, мог бы... Ммм... Что бы ты мог бы сделать? Пускай, наверное, попробует вот там понизить, чтобы никто не попробовал обойти нас. Так. И в целом... Да. Вроде бы все это выглядит очень даже неплохо. Так. Можно было бы еще ниже сделать. Ну ладно. Так. Так. И получается, что они будут идти вот по вот этим вот клеточкам. По одному как-то подходить. А, ну... Да, пожалуй, я его оставлю где-то вот тут. Чтобы он уже сталкивал, либо... Хмм... Пускай, наверное, вот так это все будет выглядеть. То есть он будет их сталкивать вот сюда, что ли? Ну, получается, что да. Либо нам надо поближе как-то их поставить. Хмм... Вообще, знаешь, да, можно было бы вот эту клетку повысить. Так. Я могу это сделать? Могу. Давай, наверное, так и сделаем. А то получается как-то не очень все это. Чтобы уж мы тогда сталкивали их на шипы. Потому что иначе, ну... Проход в одну клетку, это, конечно, круто, но... Как-то я не вижу... Все это. Как будет выглядеть уже на практике у нас. Так, ну, тогда оставим его там. Монах мог бы подойти уже поближе. И как раз таки... Ждать своей участи. Да. Так, а ты, наверное, встанешь куда-нибудь сюда. Правда, наверное, стоит его вот сюда даже поставить. Так, ну и копейщики у нас теперь остаются. Пускай один ожидает... Подожди, а он тогда сможет... Не, пехотинец нормально пробежит. Пускай, наверное, тут остается. Так, жди. Ты у нас понижай участки дальше. Отлично. Так, ну и можешь отходить. Так, и этот... Что с ним делать? Ну-ка, подожди-ка. Во! Отлично. Именно этого я и хотел. Так, а этот, получается, у нас... Пускай, наверное, стоит где-нибудь... А, где-нибудь тут. Либо где-то тут. Ну, вообще, у него хорошая позиция. Я бы его, может быть, там и оставил. То есть этот у нас может бежать вот так. А, может бежать как-то так. В идеале, конечно, чтобы противник встал куда-то сюда. Это было бы прям очень хорошо. Ну, давай, наверное, его... Хм... Оставим на месте. Наверное, да. Лучше его оставить. Ты тут тоже оставайся на месте. И вот. Ты ж гадина! Начал атаку. Бандиты начали свое наступление! Да я заметил. Пускай, наверное, заберется наверх. У него будет позиция получше для атаки. И, соответственно, он может... Да нет, ничего не может. Пускай ждет. Так, вот. Ассасин подходит. Кидает свои бомбочки какие-то. Или что это? Какие-то ловушки. Так, а это, видимо, местный монах у них, да? Что он имеет? Обездвиживающие криты. И оглушающий удар. Мусорщик-молотобоец. Ну, слушай. В принципе, пока что меня устраивает все. Так что... Давай, наверное. Оставим наших бойцов на месте. И будем ждать. Что у нас тут произойдет. Хотя... Нет, нет, нет. Давай просто ждать. Так, отлично. Ты тогда опускай землю. Вот тут. И, наверное, вот тут. Отлично. А ты просто тогда отходи. Так. Этот пускай у нас, наверное, стоит на месте. Хотя... Да, его, по идее, вряд ли начнут атаковать как-то. Вовлечение в стычку. Ну, вообще у него хорошая позиция. То есть он может забраться повыше и на кого-нибудь прыгнуть. Так что... Давай его оставим где-нибудь там. Так. И пехотинец. А, пехотинца можно, конечно, было бы впереди поставить. Впереди планеты всей. Но... Хм... Либо поменять его местами с копейщиком. Да, давай, наверное, поменяем местами. То есть поставить куда-нибудь сюда его. И опустить копья. Отлично. Ты у нас пока атаковать не можешь, да? Отлично. Ну, давай тогда посмотрим, что у нас будет. Арбалетчик пытается выйти вперед. Этот как-то... Да, все-таки пошел вперед. Отлично. То есть мы можем уже начать его атаковать. Еще одна волна бандитов приближается. Так, да я с первой еще не справился. А где вторая? А, вот, смотри, еще один ассасин у них. И... Судя по всему... Опа! А ты еще что? Мусорщик-воин! Острый глаз и удар по артерии. Ну... Опять же, у них только вот такой вот маленький узкий проход. Поэтому я не знаю, что он может тут сделать. Хотя мог бы и пойти... Выше. Но я надеюсь, он этого не сделает. Ладно. Давай тогда пока посмотрим, что у нас получится из этого всего. Так. Подходит. Копейщик. Пускай, наверное, стоит на месте. Либо можно было бы выйти вниз. Хм... Ну, хуже, наверное, не будет, если он встанет куда-нибудь сюда. И, наверное, стоит опустить копья. Так. А ты тогда понижай участки. Че тебе еще делать? Ты у нас только понижаешь участки и все. Так. Вот. Понизить. И тогда... И тогда... А, нет зарядов. Отлично. Так. Ну... Этот, в принципе, может участвовать в бою. Поэтому пускай он, наверное, встанет куда-нибудь сюда. И ты у нас, наверное, оставайся там, где ты сейчас стоишь. А, можно было бы, конечно, уже начать в них вырваться. Но нет. Мы, пожалуй, подождем. Пускай они подойдут поближе. Так. А ты тогда начинай метать копья. Получай, гадина. Неплохо так вылетело. Так. Ну... Пускай тогда он опускает копья. И просто ждет. Этот уже мог бы, наверное, начать врыв, но... Нет, еще рано. Еще рано, еще рано. Ждем. Вот. Лучник подбирается. Пытается, точнее, подобраться. Так. И монах... Монах. Давай, наверное, он будет снизу у нас. Где-нибудь, где-нибудь на этой клетке, что ли. В принципе, он там смотрится неплохо. Хотя отсюда его мог бы арбалейчик начать атаковать. Поэтому пускай, наверное, он остается там. Так. Ага. Метает свою ловушку. Ах, ты ж гадина, обошел. Ты, елки-палки. Нет, они все-таки могут обойти. И пытаются это сделать. Так. А почему у меня копейщик не начал атаковать? Ах, да, елки-палки. Все идет не по плану. Давай тогда дальше попытаемся как-то отходить и опускать участки. Так. Так. Отлично. Ну и в принципе, да. Это все, что он может сейчас делать. И так. Ты, 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 ты. Что у нас можешь делать? Пускай, наверное, он встает куда-нибудь сюда. И будет некой защитой для нашего метателя. Да, конечно, сейчас ситуация не самая приятная. Ах, да. Ладно. Так. То есть, сейчас у нас есть возможность... А, нет никакой возможности. Мы просто сейчас встанем в проходе и начнем забивать вот этого вот урода. Раз. Спровоцирован. Этот пытается обойти сверху. Так, ну... Ммм... Рывок. Нет, пускай он, наверное, стоит сверху. Просто. Можно было бы поменяться местами, но... Я не знаю зачем. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет. Давай попробуем. Так. А ты у нас... Можешь поменяться местами с лучником? Отлично. Раз. Ну и мы продолжаем атаку. Вот этому вот ассасину. Монах. С одной стороны, можно, конечно, было бы ворваться в мусорщика и забить его. С другой, можно было бы атаковать вот этого вот стрелка. Пока рядом никого нету. Давай, наверное, подойдем поближе. И там попробуем перепрыгнуть его. Ну, точнее, допрыгнуть до него уже. Если он нам удастся такая. Так, вот, вот, вот. Да! Атаковал. Я так и думаю. Этот пытается обойти. И дойти до нашего крестьянина. Но крестьянин у нас не промах. Он возьмет, да, просто убежит. Хотя... Сейчас, смотри. Понизить участок. Блин, ну ниже его, конечно, не сделаешь. Поэтому... Они сейчас все сверху пойдут. Так что... Ммм... Конечно, странная у нас битва сейчас. Но все же. То есть, смотри. Можно было бы... Да нет, ничего мы не сделаем. Так. Встать куда-то сюда, чтобы понизить участок опять. Давай попробуем. То есть, вот его здесь понизить. Ста клетки уменьшилось. Тут его уменьшить. О боже. Чем я занимаюсь? Ну ладно. Так. Первый удар. Отлично. Эти вовсе атакуют. Слушай, они, кажется, начали... Да! Сейчас они идут именно так, как я хотел. Они чтобы шли в начале. Что же мне делать тогда? Можно было бы поменяться местами с вот этим вот пехотинцем, чтобы он уже сделал врыв в кого-нибудь. Но вообще, знаешь... А, так я думаю, он мог бы и атаковать. Вполне неплохо. Сколько у тебя атака? Урон 71. У этого 87. Угу. Ну не то, чтобы прям много у него урона. Но все же он есть. А, давай тогда попробуем... Что мы сделать? Попробуем... Атаковать его. Получай, скотина. Так, у него сломался щит. Очаровательно. Ну... Можно было бы, конечно, подойти поближе к этому арбалетчику. И закрыть проход. Но... Это было бы весьма странно. Хотя, с другой стороны... Закрыв проход, мы бы... А, немного помогли себе. В некотором смысле. Ну ладно. Давай, наверное, все-таки попробуем его дальше спровоцировать. Вот. И теперь мы можем... Сделать врыв. Слушай, а мы могли бы сделать врыв? Так. Мне кажется, это неплохая идея. Это врыв! Да, отлично. Главное теперь, чтобы со мной такое не сделали. Нееет! Они прибили его! Я не собираюсь погибать вместе с ним. Паникует. Что ж. А мы тогда заберемся повыше и начнем метать свои копья. А мы можем это делать? Слушай, судя по всему, нет. Не можем. Так. Пускай тогда он, наверное, стоит на месте. Понижать участки мы тоже не можем. А повысить их как-то. Хотя, с другой стороны, зачем их повышать? Чтобы они как раз-таки шли через одну клетку. Зачем? Пускай, наверное, стоит на месте. Так. И монах. А, монах мог бы, конечно, прыгнуть поближе. И уже начать атаковать вот этого урода. Так. Отлично. Да добейте его уже. Один процент остался, ребят. Ну, что же вы делаете? Понизить участок. Ах, блин. И оба еще понизить. Но нет зарядов, к сожалению. Поэтому давай вот сюда спустимся. А ты, наверное, попробуй вот так вот сделать. Сто клетки уменьшилось. Отлично. Отлично. То есть смола у нас зальет вот этот вот проход. Вроде бы неплохой план. Вот он кидает свои ловушки. И пытается все это дело обойти. Отвалите от меня! Так. Кидает ловушку. И пытается подойти к моему метателю копий. Так, что мне сейчас можно сделать? Слушай, ну, если мы, конечно, встанем сюда, то тогда они вдвоем начнут меня атаковать. А мне бы не хотелось этого. Так что давай, наверное... Либо поменяемся местами с ним. Что, мне кажется, неплохой идеей. Так. Стычка отменена. И можно было бы добить его. Можно было бы добить, и вправду. Но, наверное, можно было бы так же и отойти. Совсем немного. Перед этим. Отлично. Так. А ты, наверное, попробуй сделать таран. У тебя получится? Это, конечно, странно выйдет, но... Хм... Слушай. А почему бы и нет? И вправду. Почему бы нам в него не ворваться? То есть тут довольно много всяких ловушек. А, вот этот вот урод сверху. Поэтому я не вижу причин в него не врываться. Получай! Как-то так... А, смотри, мы атаковали, получается, и ассасина. Потому что у нас длинное оружие, и мы атакуем сразу двух противников. Если они по прямой у нас располагаются. Так, неплохо. Давай тогда мы попробуем приблизиться и навязать ему провокацию. Вот. Все, у него ломается броня. Мы все умрем. Этот все еще там бегает. А мы тогда сделаем прыжок и атакуем сзади вот этого урода. Все-таки монах имеет место быть. Он довольно мобилен, и это, пожалуй, самый главный его плюс. Так, крестьянин. Что с тобой делать? Что с тобой делать? Что с тобой делать? Давай, наверное, встанем куда-нибудь сюда. И понизим участок. Так, отлично. И ты, наверное... Попробуй его тоже тут понизить. Так. И тоже попробуй отойти. Так, смотри. То есть вообще можно было бы встать вот сюда, прямо вот на эту метку. И... Начать атаковать одного из них. Ах ты ж скотина. А, смотри, он защитил союзника. Отлично. Так, ну тогда мы попробуем сделать провокацию. Пожалуй, по тебе. Неплохо. Очень неплохо, я бы сказал. Так, и до крестьян добрались. Первый удар. Отлично. Угу. Эники-бэники. Кого бы из вас выстрелить? Либо тебя добить. Слушай, ну с ним и так разберутся. А вот этот представляет, наверное, какую-то проблему. Либо добить уже ассасина. Хм... Давай, наверное, попробуем... Вот этого. Отлично. Так. То есть мы сейчас можем сделать рывок? Можем? Да, можем. Прямо через союзника, получается, он прыгнул. Отлично. Себя мы просто добьем. И у нас остались живые крестьяне. Что не может быть плюсом. Так, единственное, что я бы продолжил откапывать здесь участки. Потому что вдруг будет еще одна волна, кто знает. Так, и ты, наверное, тоже попробуй откопать вот тут. Да и, в принципе, они не то чтобы как-то помогают нам в бою. Нет, они, конечно, помогают, но сейчас они гораздо больше помогли вот этими вот рвами. Так. То есть теперь, смотри. Этого мы добили. А этого можно было бы... Да, господи, подбежать и просто добить его вот так и сверху. Отлично. Это последняя волна. Давайте добьем их. Так, ну давай, давай. Я не против. То есть, что я могу сделать? Так, вот поменяться местами. Этот, наверное, мог бы атаковать где-нибудь отсюда. Нет, не можешь, к сожалению. Так, крестьянин пускай подойдет поближе. Посмотрит, как сражаются настоящие бойцы. Так, а ты, наверное... Мне он, если честно, как-то не нравится, поэтому я, пожалуй, и встану... Ах ты ж, черт. Ловушка сработала. Я не знаю, сколько она будет действовать, но... Пускай пока подождет снизу. Так, этот у нас... Наверное, подождет. Так. Он начал обходить. Это немного странно, но в любом случае... Мы могли бы допрыгнуть до этой клетки, если что. Так что... Давай посмотрим, что сейчас будет. Так. Отлично. А ты можешь атаковать? Так. Это довольно странно. Я думал, все-таки он побежит на нас. Крестьянин пускай подойдет. И этот тоже, пожалуй, сюда и куда-нибудь встанет. Так. А ты, наверное, встань куда-нибудь сюда. А, смотри, остался арбалетчик. Ёлки-палки. А я его даже не заметил. Так. Монах. Слушай, ну... Давай ты тогда, может быть, как-то прыгнешь... Куда-нибудь сюда. И будешь уже ждать своей участи. Так. Ты дошел до моего монаха. И сделал первый удар. Так. Ну что ж. Не, ну, конечно, немного сложнее. Учитывая, что у нас тут еще бандиты справа появились. Но всего один арбалетчик, поэтому что ж тут говорить. Не так уж и страшно. Так. Отлично. Это пускай у нас остается на месте. Ну, да. Он не так далеко, поэтому... Может быть, даже отсюда он попадет. Да, смотри, смог добраться до него. Так. И ты тогда метай свое копье. Отлично. Так. Этот начал его атаковать. Это из-за того, что он в стычке. Он может его атаковать, пока тот пытается отступить. Так. Отлично. Этим мы, выходит, подходим. И оставляем его где-то там. Ну. Я думаю, победа у нас уже в кармане. Если, конечно, не будет еще одна волна с каким-нибудь огромным боссом. Вот это было бы тяжело. Хотя, тоже. У нас почти у всех полное здоровье. Что ж тут говорить. Так. Ты тогда сделай еще раз рывок. Да. Еще раз он оказался в стычке. Да. Конечно, монаха мы его ранили, но... Мы и так справились. Так. И вот наш копейщик наконец-таки добрался. Опа. Отлично. Что ж. Победа. Давай посмотрим, кто к нам присоединится. И да. Культист. Культист присоединился. Эти сельчане и были ворами. Они украли у бандитов ценные вещи. Хозяин. Хватит сменять этих бездарных кретинов. Мое имя Бадун. Культист-пехотинец. И я хотел бы сопровождать вас в ваших приключениях. Оказались мы все-таки злодеями, видимо. Утомляющий крит. При критическом неблокированном попадании уменьшает скорость цели на 20. Но это может помочь с бою с какими-нибудь арбалетчиками, но не больше. При критическом неблокированном попадании цель оглушается. А, жезл или молот. Ага. Ну, я не помню, чтобы кто-то использовал у меня молот. Хотя, подожди, жезл. Может быть, монахы используют жезл. Хотя у него вроде бы как посох. Ну, ладно. При критическом неблокированном попадании бездвиживая цель на один ход. Когда союзник, только персонаж игрока, атакует цель в ближнем бою, проводится выстрел по этой цели. Если она находится в пределах досягаемости, и нет риска попасть по своим. Любое оружие дальнего боя. Угу. Слушай, ну, мне нравится этот навык. 22 эссенции звучит неплохо. При критическом попадании есть 46% шанс пробить броню цели. Тоже неплохо. Но давай, наверное, получим дальнобойную поддержку. Отлично. А на этом, пожалуй, все. И не забывайте, что именно от вас зависит, выйдет ли по этой игре новое видео. Так что пишите, вам понравилась эта игра, или наоборот не понравилась. Ну, а на этом, да, пожалуй, будем заканчивать. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, и... Да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok